Здравствуйте! В эфире «Территория закона» в студии Елена Баркана в ближайшие 10 минут о самых громких событиях минувшей недели. В Боровичах погиб двухлетний ребенок. Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители. Юрий Бобрышев больше не имеет претензий к управлению федерального казначейства и Минфину. Судебный процесс по иску главы города стартовал и завершился в один день. Лучшее решение проблемы – молоток. Следственный комитет заинтересовался эффектным прямым эфиром новгородского блогера. Сегодня в северной столице простились с новгородкой Ириной Медянцевой, одной из 14 жертв взрыва в петербургском метро. На протяжении последних 10 лет Ирина жила в Санкт-Петербурге, однако не забывала и о родном Парфине. Там ее помнят как одного из лучших педагогов местной детской школы искусств. Ирина Медянцева многие годы учила ребят самого разного возраста – рисовала, лепила, вышивала вместе с ними. Коллеги-ученики помнят ее как прекрасного преподавателя и еще очень талантливого мастера по изготовлению кукол. Ее работы покупали коллекционеры в России и за рубежом. Своим творением Ирина давала имена – питерский ангел, желтый зайка в ожидании чуда. Близкие друзья говорят, что именно такой была Ирина – невероятно доброй и отзывчивой. В петербургской подземке Ирина Медянцева оказалась вместе с дочерью. Девушка выжила, но была ранена. В числе пострадавших от взрыва также 20-летний житель Малой Вишеры. Его жизни ничто не угрожает. И к другим темам. В воскресенье в Боровичском районе погиб двухлетний мальчик. В обстоятельствах смерти ребенка сейчас разбираются правоохранители. Ночью 2 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Боровичах скончался двухлетний малыш. Ребенок проживал с матерью и двумя братьями. Мертвым в кроватке мальчика обнаружила мама. Видимых признаков насильственной смерти правоохранителями при осмотре обнаружено не было. Следователями для восстановления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой было установлено, что причиной смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма. По данному факту, следователям Боровического межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, это причинение смерти по неосторожности. Правоохранителям мама мальчика пояснила, что перед сном купала ребенка, и в ванной он мог случайно удариться. Сейчас идет следственная проверка. Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, в выходные на территории региона произошло и два крупных пожара в Великом Новгороде и Пестове. Есть пострадавшие и погибшие. В субботу ночью из многоэтажки по улице Космонавтов в областном центре пришлось эвакуировать сразу несколько десятков жильцов. Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже примерно в час ночи. Сотрудникам МЧС удалось спасти из задымленного помещения пять человек. Еще 40 жильцов пришлось эвакуировать из здания. Огонь пожарные потушили к половине второго. В комнате, где вспыхнуло пламя, выгорела вся мебель, пострадала внутренняя отделка. К счастью, погибших в этом пожаре нет. Однако на следующий день в Пестове в огне погибли несколько человек. По предварительным данным, в доме по улице 8 марта воспламенилась невыключенная хозяевами электроплита. Прибытие подразделения пожарной охраны было буквально в течение 20 минут ликвидировано тление внутри дома. При этом в ходе осмотра были обнаружены трупы четырех людей, трех мужчин, одной женщины. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Выводы о причинах ЧП сделают и сотрудники регионального следственного комитета. По информации МЧС, погибшие относились к категории социально неблагополучных граждан. Ранее с ними не раз проводились беседы об опасности злоупотребления спиртными напитками. Нажиться на чужом горе, к сожалению, бывают не прочь многие. И, увы, случается, что даже люди в погонах. По версии следствия, новгородский полицейский решился нарушить закон и запятнать честь мундира. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту получения взятки. Причем установлено, что он брал деньги от ритуальных фирм. По версии следствия, в период сентября 2016 года по март 2017 года полицейский, являясь начальником смены дежурной части, незаконно получил не менее 17 тысяч рублей от представителей одного из похоронных агентств Великого Новгорода за предоставление поступающей к нему информации о адресах, где были обнаружены тела умерших граждан, а также их анкетные данные и номера мобильных телефонов родственников. После этого представители похоронной организации звонили родственникам и предлагали свои услуги по организации похорон. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Великого Новгорода. Скрыть право нарушения взяткой решил и руководитель одной из компаний, которая занимается строительством скоростной трассы М-11. Глава фирмы предложил уже сотруднику прокуратуры 30 тысяч рублей, если тот закроет глаза на нарушения, выявленные при проверке. От взятки сотрудник прокуратуры отказался. Теперь в отношении главы фирмы возбуждено уголовное дело. Эта история началась с проверки документов работников данной компании. В Акуловском районе сотрудники прокуратуры совместно с полицейским районного отдела проанализировали соблюдение требований законодательства при приеме на работу иностранных граждан. Выяснилось, что четыре специалиста трудятся без патента и разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Новгородского района. Директор этой организации с целью прекратить проверку и избежать привлечения юридического лица к ответственности предложил сотруднику прокуратуру взятку в сумме 30 тысяч рублей, о чем работник прокуратуры сообщил руководству. И на основании материалов по данному факту, и на основании материалов прокурорской проверки Валдайским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по области было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя этой организации по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России как покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение незаконных действий. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Акуловского района. 3 апреля, в день заключения под стражу, но спустя уже 4 года фигурант дорожного дела Николай Заколдаев услышал свой приговор. Он осужден на 8 лет строгого режима. Вердикт суда оказался даже более строгим, чем требовало гособвинение. Напомню, Заколдаев входил в состав организованной преступной группы во главе с бывшим первым вице-губернатором Арнольдом Шалмоевым. Участники банды, используя служебное положение, добивались заключения контрактов на ремонт дорог с подконтрольными организациями. Преступления они совершали на протяжении 2012 и 2013 годов. В результате ущерб государству оценен более чем в 15 миллионов рублей. Дело бывшего руководителя Новгородавтодора было выделено в отдельное производство. Кроме того, Заколдаев обвинялся в получении взятки. Уголовное дело расследовалось почти полтора года и составило более 180 томов. Обвинительное заключение более 17 тысяч листов. Сложность в расследовании была обусловлена многоэпизодностью уголовного дела, большим количеством лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей, активной позицией стороны защиты и необходимостью детального исследования, сведений о телефонных соединениях. В итоге суд счел достаточным объем всех собранных доказательств. В день своего заключения под стражу, но спустя 4 года, Заколдаев услышал свой приговор. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кода Соединенных Федераций по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Заколдаеву наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоправления, связанных с осуществлением функций представителей власти либо выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций на срок 3 года. Свою вину подсудимый так и не признал и планирует обжаловать приговор. Зато сторона обвинения вполне удовлетворена этим решением суда. Сторона обвинения в целом удовлетворена, состоящая в судебном решении, вынесен обвинительный приговор, как было и просила сторона обвинения. В дальнейшем высказаться окончательно о законно-социированном решении мы сможем после получения на руки приговора и изучения данного приговора. Напомним также, что дорожное дело затронуло и экс-сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого. Правда, сейчас он объявлен в международный розыск и арестован только заочно. А мэр Юрий Бобрышев больше не имеет претензий к управлению федерального казначейства и Минфину. Глава города еще до рассмотрения гражданского дела по существу, инициатором которого он и являлся, отправил заявление об отказе иска заочно. На предварительное заседание мэр не явился. 15 марта городоначальник подал в районный суд исковое заявление с требованием возместить о реабилитации и возмещении морального вреда, который Юрий Бобрышев оценил в 1 миллион рублей. За необоснованное и уже закрытое уголовное дело. Напомним, оно касалось средств фонда «Невка». Ответчиками по делу должны были выступать Минфин и региональное управление федерального казначейства. Третье лицо – Следственный комитет. Суд, в свою очередь, принял к производству гражданское дело, но предварительное заседание 30 марта оказалось первым и заключительным. Причем продлилось считанные минуты и только в присутствии судьи и журналистов. До рассмотрения дела по существу от исца поступило заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу. Истец, представители и ответчиков третьего лица в судебное заседание не явились. Суд определил принятие отказа из САБ Обрышева Юрия Ивановна Чатыска к управлению федерального казначейства по Новгородской области и Министерству финансов Российской Федерации. И одновременно прекратил производство по делу. Определение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано уже в Новгородском областном суде. Полицейскими и сотрудниками Росгвардии задержан подозреваемый в серии краш автомобилей. На прошлой неделе 40-летний новгородец решил пополнить список угнанных авто и выбрал подходящие во дворе на Нехинской. Однако до Ленинградской области ему добраться не удалось. Путь окончился в Батецком районе. В Ленинградской области подозреваемый сбывал краденые машины. В ходе обыска похищенной Киа Рио полицейские обнаружили механические и электронные устройства для вскрытия дверей, запуска двигателя, а также технику для подавления сигналов сотовой связи. Кроме того, злоумышленник установил на угнанные авто номерные знаки соседнего региона. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска установлена причастность фигуранта к целому ряду краш-автомашин Киа Рио и Хондай Солярис, совершенных с декабря 2016 года по настоящее время на территории Великого Новгорода. Особо отмечу, что объектами преступных посягательств во всех случаях становились автомобили, не оборудованные дополнительной охранной сигнализацией. По всем фактам краш возбуждены и расследуются уголовные дела. Не исключено, что подозреваемый новгородец причастен к угону еще нескольких автомобилей. Сейчас он находится под стражей. В областном центре по требованию прокуратуры управляющие организации проведут диагностику внутреннего газопровода в 20 многоэтажках. Проверка показала, что вовремя компании этого не сделали. Первично проверять состояние газопровода в жилых помещениях и социальных объектах необходимо по истечении его нормативного срока службы. В ходе диагностики специалисты должны определить потребность в ремонте систем газоснабжения, а также возможность ее эксплуатации без замены. В нарушении требований действующего законодательства общество с ограниченной ответственностью управляющая организация 13.1, 7.2 и 18 не провели первичную диагностику внутреннего газопровода в 20 многоквартирных домах, чем поставили под угрозу жизни здоровья граждан, а также сохранность имущества. По данному факту прокуратура Великого Новгорода направила в районный суд исковые заявления об обязании провести первичную диагностику внутренних газопроводов в многоквартирных домах. Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. И в завершении выпуска мы не можем не вспомнить о видеоролике, появившемся в интернет-пространстве 1 апреля. Странное поведение в прямом эфире новгородского блогера затмил только удар молотка по клавиатуре. Увиденным заинтересовался региональный следственный комитет. В социальных сетях эта девушка регулярно в прямом эфире проводит лекции, зачитывает работы известных философов и мыслителях. Однако 1 апреля пространные рассуждения почему-то довели новгородку до настоящей истерики. Ее крик и плач услышала мать, которая не нашла ничего лучше, как прекратить трансляцию с помощью грубой силы. К счастью, удар молотком не на шутку разозлившейся женщины пришелся по клавиатуре компьютера. Своей цели мать девушки добилась. Трансляция, пожалуй, самого эффектного в истории новгородской блогерши прямого эфира прервалась. Однако теперь сотрудники следственного комитета проводят по данному факту проверку и в скором времени дадут правовую оценку действиям как дочери, так и ее матери. И это вся информация на сегодня. Обращаем ваше внимание, что наши выпуски доступны на сайте Новгородского областного телевидения и в группе ВКонтакте, где вы также можете задать интересующие вас в правовом поле вопросы. Вы были на территории закона. Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин